Приветствую вас, я Виктория и сегодня у нас парфюмерный сюжет. Что такое многограммная личность? Об этом можно рассуждать часами. А что же такое многограммный флакон? На этот вопрос можно ответить довольно просто. Это новинка от Reclame Aromat On The Edge, что переводится на грани. Изготовитель уверяет нас, что такой вот красивый и интересный флакон, такую вот аромобутылочку, можно поставить на столе в любом положении и он будет сохранять устойчивость. Это действительно очень удобно, когда мы спешим, мы можем расположить флакон в любом положении, не думая о том, что он упадет, и расположить флакон в любом положении, не думая, что он упадет. Действительно, ценность этого свойства нельзя усомниться. Ну, давайте проверим, так ли это на самом деле. Вот, если вы в детстве любили милашек, уколневаляшек, то тогда это вам свойство тоже понравится. Так, давайте проверять сразу. Располагаем его вот так. Стоит. Так. Устойчив, так, устойчив. Теперь попробуем его немножечко наклонить. Вот тоже сохраняет свое положение. Так, тоже сохраняет. Положение не падает. Вот, опять возвращаем обратно. Вот так. Не падает. Не падает. В принципе, ну, поверну еще вот так вот. Так. Стоит. Тоже устойчив. Все. В принципе, проверили. Действительно, уверения изготовителя оказались верными. Действительно, у нас флакон, который очень прочно чувствует себя на ногах. Все благодаря таким вот граням, которые расположены вот по всей, можно сказать, окружности этого флакона. Ну, что я могу сказать вам о композиции? Уже я проверила его. Вы видите, что здесь, вы видите, что флакон уже без слюды. Он был запакован. Я его сняла, я упаковку сняла для того, чтобы протестировать эту композицию. Поэтому не могу вам показать, к сожалению, как он выглядел изначально. Вот. Ну, зато могу сказать пару слов о аромате. Так. Ну, мы видим на крышечке буква О, да? И композиции можно сказать разно, с разными интонациями. Можно сказать О. Можно сказать О. А можно сказать О. Ну, для меня это первый вариант. Вот. Это такое, такое вот радостное, такое полувосторженное приятие этого аромата. Он получился очень неплохим, действительно очень неплохим. И он действительно на грани. В нем есть сладость. Но сладость это не раздражающее. Ему удается как-то держать баланс между такой вот, с одной стороны, кондитерскими нотами, а с другой стороны, есть здесь кондитерские ноты, а с другой стороны, в нем нет приторности. Также раскрывается на мне аромат таким, шершавой такой ноткой, какой-то мокрой замши. Какими-то такими мокрыми, мокрым деревом. Я не знаю, как пахнет фиалка, что такое нота фиалка в парфюмерии. Ну, вот в композиции написано, заявлено, что в пирамидке она есть. И, в принципе, я так представляю, что фиалка пахнет вот именно так, какими-то немножко шершавыми, кожаным, шистыми оттенками. Хотя, также здесь есть аромат кожи, но вот почему-то я его на себе не улавливаю. Еще могу сказать, что эта композиция наоборот. То есть, мы привыкли, что изначально у нас аромат должен быть цитрусовым. Часто очень ароматы бывают цитрусовыми, такими свежими, звенящими. А потом они становятся более, возможно, глубокими, сладкими, более насыщенными. Здесь все происходит наоборот. Когда я его наношу на кожу, он наоборот густой, такой сладкий. Потом начинает раскрываться, и под конец он становится цитрусово-апельсиновым. На этом все. Я более подробно и, возможно, даже более красиво написала об аромате на своем текстовом блоге. Сделала там фотографии с музыкой, подготовила лирическое описание. Там у нас и ежевичные отцветы, и очарование вечера. Заходите на мой блог, познакомьтесь с более подробным описанием парфюма. Я благодарю вас за внимание. Если вам понравился сюжет, поставьте, пожалуйста, лайк. Подписывайтесь на мой канал. Желаю вам стоять, прочно стоять на ногах в любой ситуации, в которой бы вы не оказались. Подобно вот этому интересному флакону от Ariflame. Будут еще новые парфюмерные сюжеты. Приглашаю вас к себе на канал. И до новых встреч!